МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Общевойсковой защитный комплект состоит из плаща, чулок и перчаток. ОЗК надевают вместе с респиратором или противогазом, чтобы защитить организм от попадания отравляющих веществ и радиоактивной пыли. Каждый военнослужащий должен успеть надеть весь комплект за определенное количество времени. Участникам военных сборов необходимо было запомнить последовательность действий. Тесьма должна находиться с наружной стороны. Вот таким образом. Вот правый и вот левый. Одеваю правый чулок. Самые смелые даже попробовали надеть защитный комплект самостоятельно. Десятикласснику из 11-й школы Дмитрию Юфтайкину повезло. ОЗК ему приходилось надевать на Олимпиаде по основам безопасности жизнедеятельности. Диме удалось одному из первых правильно застегнуть все необходимые детали. Полученные на сборах навыки старшеклассник планирует применить на службе в армии. Узнать, что нового в воинской части происходит. Что жизнь, понять жизнь солдат. Ученик пятой школы Сергей Миронов пока не решил, стоит ли ему начинать карьеру в вооруженных силах. Но юноша точно уверен, что служба в армии – дело полезное. Это большая ответственность, это уважаемые люди. Хорошее здоровье – это точно. Военные сборы для старшеклассников проводятся в нашем городе с 2002 года. За несколько дней школьники получают полезные практические навыки, которые пригодятся им не только на службе в армии, но и в жизни. Они будут сильны духом, сильны телом, эмоционально будут закалены. И практические навыки, некоторые пойдут служить в армию, кто пойдет дальше по военной стезе. И данные навыки являются отправной точкой. Будут иметь уже тот стержень, который может понадобиться в дальнейшей жизни. Как профессиональный, так и мужской, так и как член семьи, и как мужчина. В первый день военных сборов будущие защитники Родины узнали, что такое строевой шаг, попробовали разобрать и собрать некоторые детали оружия и познакомились с жизнью стрелковой роты. Дарят Сваригина Владимир Лисик, служба новостей Саров-24. Для саровских лыжников лето не время для отдыха и расслабления. Чтобы добиваться высоких результатов на лыжне, упражняться нужно круглый год. Предстоящие три месяца для любого спортсмена – это пора активных тренировок и подготовки к крупным соревнованиям. Летом ребята выезжают на сборы. Это лесная поляна. Кто-то остается здесь в городе, проходит тренировочные сборы. И традиционно в июле месяце, а в этом году это 20 июля, мы проводим открытое первенство города по лыжероллерам на призы администрации. Открыл летний сезон кросс лыжников. На старт вышли как совсем юные воспитанники спортивной школы, так и те, кто уже несколько лет посвятил усиленным тренировкам. Маргарита Болякина ходит в спортивную школу 4 года. Не все задания даются девочке легко, однако она не сдается. К открытию летнего сезона Рита готовилась серьезно. Некоторые дни бегали, и бегали полторашки много, бегали тройки с половиной и 600 метров. И постоянно делали разминку, чтобы подготовиться к этим соревнованиям. Маргарита и дальше хочет продолжать заниматься лыжными гонками и побеждать в крупных соревнованиях. Понимая, что секрет успеха любого тренировочного процесса, регулярность и постепенность, Рита следует нескольким правилам. Часто очень ходить на лыжную базу, готовиться, очень хорошо тренироваться, и есть полезную пищу, и быть таким человеком, который хочет этого достичь, то есть хочет участвовать везде, хочет побеждать. Маргарита вместе со своими ровесниками бежала дистанцию полтора километра. Это же расстояние должен был преодолеть Илья Сергеев. Мальчик долго готовился к соревнованиям, чтобы показать лучший результат. Мы как бы показываем свои умения, почему нас научил тренер за какое-то время, от соревнований до соревнований. Илья стал первым в своей возрастной группе. Вместе с другими победителями и призерами он получил диплом и сладкий приз от организаторов весеннего кросса лыжников. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24. Воспитанники студии «Задоринки» представили на суд-жюри 9 танцевальных постановок в различных стилях и направлениях. В том числе новый номер «Бродвейский джаз» в исполнении Дианы Кукушкиной. Для девушки это был дебют в качестве сольной исполнительницы. Я понимала, что это мой самый первый раз, самый первый показ номера. Честно, я не ждала от него каких-то больших успехов сразу, потому что я понимала, что все-таки где-то не доработала, где-то что-то не так. Но я очень сильно обрадовалась, когда узнала, что заняла третье место. Для меня это была огромная честь. Среди других наград коллектива «Задоринки» диплом первой степени за народный танец, звание лауреата второй и третьей степени. Для коллектива, который только третий раз принимает участие в конкурсе «Крылья», это большое достижение, поскольку конкуренцию им составляли ведущие танцоры страны. Приходилось танцевать на одной сцене с заслуженными коллективами, с образцовыми, с театрами танцев. То есть коллективы, которым уже по несколько лет, несколько десятков лет. И во главе таких коллективов, как правило, стоит целая команда. То есть это руководитель, это отдельный человек, это репетитор, постановщик. Учитывая серьезную конкуренцию, такое количество званий и наград стало сюрпризом и для руководителя студии, и для юных танцовщиц. Их коллектив самый лучший, уверен «Задоринки», а секрет успеха в слаженной работе всех участниц. Эта победа дает нам стимул к новым победам, открывает новые стороны танца. Сейчас «Задоринки» готовится к очередным выступлениям. Увидеть как новые, так и давно любимые номера коллектива на большой сцене соровчане смогут на предстоящих летних праздниках в нашем городе. Екатерина Апенова, Константин Островский, Владимир Лисик, служба новостей «Саров-24». Активист клуба «Восход» Данила Ларионов уже давно распланировал свои каникулы. Этим летом он будет работать в команде на дворовой площадке, обещая, что будет много новых конкурсов и увлекательных мастер-классов. Готовим мероприятия на каждый день, чтобы развлекать детей новыми играми, интересными играми, чтобы им было, что запомнить от этого лета. Песены и танцевальные флешмобы, подвижные игры, спортивные соревнования и много других интересных и увлекательных занятий приготовили для юных соровчан активисты и педагоги Центра внешкольной работы в рамках проекта «Дворовая практика». Замазово 10 – это будет спортивная площадка. Больший упор будет на спорт. Если мы говорим про Московскую 21, то там в основном творческая площадка. Мы не должны забывать, что это год театра. Поэтому все будет посвящено театру, арт-объекты. Эта площадка будет как арт-объект, и ребятам будут предложены различные мастер-классы и творческие задания. А еще одна площадка на силке на 20, она также будет посвящена здоровому образу жизни. Новшеством этого года станут летние дачи. Это краткосрочная программа только для воспитанников Центра внешкольной работы. Педагоги предложат ребятам разнообразные формы деятельности – мастер-классы, соревнования, конкурсы. А подростков приглашают в трудовые лагеря. Ребята, которые будут в трудовых бригадах работать – это портные и подсобные рабочие, которые выполняют заказ города. Одни шьют костюмы для городских мероприятий, а другие делают реквизит для городских мероприятий. В течение июня месяца они работают на базе двух клубов – это «Здоровье» и «Чайка». Также в этом году планируется открыть дополнительные площадки на стадионах 13-й школы и 2-й гимназии. На этих объектах, а также на хоккейной коробке по улице Куйбышево, педагоги будут организовывать футбольные команды. На дворовых площадках ребят ждут с понедельника по пятницу с 4 дня до 8 вечера. Елена Грицкова, Владимир Лесик, служба новостей, СОРО, 24. 25 мая в городе Заречном Пензенской области прошел зональный этап чемпионата по футболу «5 плюс» среди воспитанников дошкольных и образовательных организаций городов-участников проекта «Школа Росатома». Наш город на нем представила команда воспитанников детского сада номер 19. Юные спортсмены провели две игры и обе выиграли. Впереди у футболистов финал в Новоуральске. 25 и 26 мая в библиотеке имени Маяковского состоялся первый открытый турнир по быстрым шашкам на кубок экипажа подводной лодки «Саров». В первый день соревновались дети. В двух возрастных группах играли 19 юных шашистов. Победителями стали Михаил Ковалев и Михаил Камчатный. Серебро завоевали Татьяна Пешихонова и Федор Галкин. Бронза досталась Тимуру Мусяеву и Артему Шоку. Во второй день в спортивно-интеллектуальную борьбу включились взрослые любители шашечной игры. Среди 23 участников соревновались 1 мастер спорта, 11 кандидатов в мастера спорта и 7 перворазрядников. В упорной и бескомпромиссной борьбе, набрав 5,5 очков, победу в турнире одержал кандидат в мастера спорта Николай Шричков. На полочка от победителя отстали сразу 4 участника. Лучшие дополнительные показатели привели ко второму месту кандидат в мастера спорта Олега Васенькина. Замкнул тройку призеров мастер спорта Николай Сушков. 15 и 16 июня на стадионе «Авангард» пройдет турнир по спортивному пейнтболу «Ядерный удар-2019». К участию приглашаются команды в составе работников подразделения «Рафиацнеев», а также неработающих пенсионеров, имеющих право выступать за подразделение последнего места работы в «Ядерном центре». Турнир пройдет по круговой схеме. Защитную маску, форму, перчатки, маркеры и шары предоставят организаторы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова